В Волгоградской области в нынешнем году будет собрано около 4 миллионов тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше плана. Об этом сообщил сегодня президенту Владимиру Путину глава региона в ходе рабочей встречи. Речь шла не только о предварительных итогах уборочной страды, но и в целом о ситуации в сельском хозяйстве и проектах, реализуемых в перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день в Волгоградской области обмолочено уже 80% посевных площадей, доложил президенту Андрей Бочаров. Предварительные результаты радуют. План по сбору зерна в нынешнем году регион перекроет с лихвой. По итогам полной уборки планируем около 4 миллионов тонн. В прошлом году? Прибыло 3,3. Но у нас остался план 3,3 на сегодняшний день. То есть мы на сегодняшний день до 4 миллионов тонн в этом году соберем. Учитывая, что нам в Волгоградской области для собственного потребления необходимо 1,5 миллиона тонн, то есть порядка 2,5 миллиона тонн мы можем спокойно реализовать за пределы области и экспортировать. Качество собранного зерна это вполне позволяет. Большая его часть 75% продовольственная. В СПК пригородной ячмень и пшеницу выращивают уже больше 10 лет. В этом году данными культурами здесь было засеяно 8 тысяч гектаров. Урожай отменный, радуется аграрии. Посмотрите, стекловидность невысокая. Она сегодня, вот мы ее проверяли, дает 4 класс. Именно такое зерно идет на экспорт. Регион может продать в этом году до 2,5 миллионов тонн. Оставшегося вполне хватит для обеспечения продовольственной безопасности. Больше, чем нужно для собственного потребления в этом сезоне будет произведено и овощей, проинформировал президента глава Волгоградской области. Достаточно позитивная динамика, Владимир Владимирович, в овощеводстве. Но надеемся, что в этом году мы приблизимся к миллиону тонн. Из них где-то в два раза превышает нашу потребность. По бакчьим культурам у нас где-то увеличение произойдет на 15%. И порядка 250 тысяч тонн мы в этом году ожидаем урожая. Первые арбузы уже начали поступать в торговую сеть региона. Но самые вкусные пока еще на грядке. Холодок, так называется этот сорт, который выращивается багарным способом, то есть без полива. А потому продукт отменный и к тому же экологически чистый. И с реализацией проблем нет. Главное вырастить арбуз, а сбыть для нас его как бы проще. Главное был бы товар. В основном оптовый покупатель. Это те клиенты, которые занимаются оптовыми закупками. И в основном арбуз уходит весь по регионам. Волгоградская область вполне может вернуть себе славу всероссийского огорода. Для этого есть и желания, и возможности. Сейчас в регионе реализуется несколько крупных проектов, связанных с выращиванием овощей. При этом власти, рассказал президенту Андрей Бочаров, ориентируют инвесторов и на строительство складских помещений, хранилищ, логистических центров. А переработка? Переработка на сегодняшний день обстоит неплохо. Инвестиционные компании, зарубежные наши, на сегодняшний день начали вкладываться в переработку. Но совместно именно со складскими помещениями. Потому что нет смысла строить одно без другого. И несколько компаний иностранных на самом деле очень серьезно вложили. В том числе в семечку переработку семечки. И в переработку, в такую глубокую переработку пшеницы. Еще один приоритет в сфере АПК сегодня – мелиорация, продолжил Андрей Бочаров. Это стратегическое направление, которое позволит не только увеличить объемы продукции, но и повысить качество жизни людей на селе. Работа по возрождению растительной системы в регионе уже началась. Правительство страны оказывает области в этом хорошую поддержку. И данное направление будет развиваться и в дальнейшем. Кроме того, как сообщил глава области, в планах на будущий год – серьезное увеличение объемов помощи сельским товаропроизводителям. Средства будут направлены на приобретение новой техники, связанной с модернизацией производства. Светлана Олегбарова, телекомпания «Ахтуба». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...